У каждого города есть свой промышленный район. У нас это железнодорожный, но славится он не только своими заводами, а также есть очень много интересных деталей. Какие именно, узнаете сегодня. С вами Сажанна Мордогеева. Городские прогулки. Я бегу на встречу с нашим дедом. Железнодорожный район города Улан-Удэ. Расположен в северо-восточной части города. Образован в 1938 году. Площадь 104 квадратных километра. Население около 150 тысяч человек. Исторически это самый молодой район нашего города. Стал развиваться с появлением Транссибирской магистрали, а произошло это в конце 19 века. Новый район долго не имел официального названия. В народе его звали просто «За линией», а его жители – «За линейцами». Говоря о ЖД районе, как не сказать о вокзале? В 1899 году кричали женщины «Ура!» и в воздух щепчики бросали. Потому что тогда уже чайный путь не существовал. Уже при открытии Суэцкого канала стали грузы доставлять морем. И вот чайная торговля, которая была двигателем прогресса в нашем городе, она, конечно, уже потеряла свое значение. И когда к нам сюда пришел Транссиб, здесь уже пошло совсем другое дело. К прибытию первопроходцы готовились заранее. По всему городу развесили флаги и иллюминацию. В день приезда на перроне выстроились почти все жители Верхнеудинска. Позже в местной газете написали. К часу дня поезд, декорированный зеленью и цветами, плавно подошел к перрону под музыку «Коль Славин». Мужчины сняли головные уборы. Когда поезд остановился, из вагона в сопровождении коллег вышел начальник четвертого участка сооружения Забайкальской железной дороги Павел Александрович Гетье. Хлеб-соль, согласно русскому обычаю, железнодорожникам преподнес городской глава Петр Тибуртиевич Трутнев. К тому времени в Верхнеудинске уже были паровозное депо, телеграф, амбулатория и другие железнодорожные структурные единицы. Но после открытия ЖД-сообщения начался стремительный рост вперед. Вдоль линии появились вокзал, товарные дворстанции, депо, мастерские, склады, магазины, дома железнодорожников и рабочих. В 1900 году завершили строительство крупного паровозного депо. А в 1932 в газете появилась еще одна новость. Политбюро ЦК и Совет народных комиссаров решил построить в Забайкалье завод, который смог бы производить ремонт мощных паровозов, грузовых и пассажирских вагонов, изготавливать запасные части для железных дорог Сибири и Дальнего Востока. Говорят, рассматривали два варианта, где его построить. В Чите, более развитом тогда городе, или Верхнеудинске, который граничит с Монголией и Китаем. Ну и, собственно, сделали правильный выбор. Можно сказать, завод строила вся страна. Он возник на месте, где шумела вековая тайга. В 1934 был отремонтирован первый паровоз серии ЕЛ-524. Ну а в годы Великой Отечественной завод не только ремонтировал вагоны, выпускал запасные части для железных дорог и спецпродукцию для фронта, но и строил новые паровозы. Один из них сейчас установлен как памятник. Паровоз Серго Орджоникидзе, вот именно этот паровоз, он был одним из первых паровозов, который выпустил, в принципе, наш паровозо-вагоноремонтный тогда еще завод. Установили его здесь, и вот он стал у нас таким своеобразным символом индустриального развития нашего города. Паровозы серии СО. Серго Орджоникидзе. Считаются машинами военного времени. Их обкатали накануне Великой Отечественной войны. По силе тяги они превосходили паровозы предыдущих выпусков серии Э. Кстати, именно паровозы марки Серго Орджоникидзе, они отличались своей скоростью, маневренностью и в противовес тяжелым, таким мощным паровозам, они развивали достаточно неплохую скорость. То есть это как будто бы легкий элегантный паровоз? Щеголь, можно сказать, среди остальных вот тяжеловесов таких. Ну а именно этот экземпляр единственный уцелел из Улан-Удэнской серии. Нашли его в депо под Иркутском и решили установить здесь в качестве памятника. Для того, чтобы подогнать паровоз поближе к пьедесталу, говорят, специально прокладывали рельсы. Установили в 1984 году. Как раз к 50-летнему юбилею ЛВРЗ. Про сам ЛВРЗ можно говорить вечно, но можно коротенько сказать, что здесь есть отдельный музей, здесь вход всегда он практически открыт. И детали, если вы хотите узнать историю, можно прийти в любое время. Вот он был первенцем индустриального развития нашей республики. И даже первая проходная специально для рабочих работала до 10 тысяч человек на самом деле на этом заводе. И чтобы избежать блокировки дороги, прилегающей к зданию проходной, был открыт первый подземный переход. Так, ну посмотрим подземку первую. Здесь наверняка ничего не изменилось с тех пор. Конечно, не изменилось. Ну как же, это же все-таки сделано было на века. Тогда уже знали, что все это будет стоять и не 10, и не 20 лет. Для работы на новом заводе в наш город были направлены сотни квалифицированных рабочих со всей страны. Приезжали, как правило, семьями. Им необходимо было где-то жить, а их детям учиться. Так появились так называемые социальные городки. Ну а сейчас мы находимся, так скажем, в центре соцгородка ЛВРЗ. Каждое здание здесь опомнят руки работников ЛВРЗ, которые строили здания. Дома, жилые, детские сады, больницы, лицей, которые, кстати, носят сейчас имя Дандара Аюшеева. Все это было построено руками работников ЛВРЗ. При этом, говорят, здания ранжировались. Одни для руководящих постов, другие для инженеров. Но изюминка микрорайона в другом. Здесь почти нет одинаковых домов того времени. Говорят, у каждого свой проектировщик. Архитекторы будто соревновались в оригинальности. Например, арочные проходы, боковые подъезды или винтовые лестницы можно, пожалуй, встретить только здесь. Сейчас, конечно, они уже не в таком состоянии, но когда-то здесь проживала, так скажем, промышленная элита. Они приходили с работы. Строители коммунизма играли в шахматы, объединялись, ходили в гости, создавали дружины. А еще, говорят, здесь больше всего проживало так называемых модников и поклонников западных направлений. Видимо, потому что жили ближе к вокзалу и успевали приобрести все новинки. Ну а сейчас в микрорайоне живут, конечно, не только работники завода, но его по-прежнему называют ПВЗ. Ну а вот мы дошли до жемчужины железнодорожного района, парка Орешкова. Здесь проходили самые знаменательные события всех времен, ну и сейчас проходят. А чье имя носит парк? Парк носит имя Сергея Николаевича Орешкова. Это молодой парень, слесарь, который работал у нас на ПВРЗ. Ушел он на фронт, повторил подвиг Александра Матросова-Грудис и закрыл свою амбразуру вражеского дота. Стал одним из первых героев Советского Союза из Бурятии. Сергей Николаевич Орешков родился в 1916 году в Вологодской области, а в 1935 по комсомольской путевке прибыл на новый паровозоремонтный завод в городе Улан-Удэ. Работал слесарем в паровозосборочном цехе, а в августе 1942-го его призвали в Красную армию. Был командиром взвода. Погиб в бою за поселок Васищево в августе 1943-го. Славная традиция Сергея Николаевича продолжили бойцы боевого отряда комсомола ЛВРЗ. Они организовали бригады, которые патрулировали по вечерам, по ночам улицы вот этого соцгородка, охраняли покой, несли бдительную стражу. И настолько им доверяли органы внутренних дел, что когда к нам приезжал уже Ельцин, выцепление брали в том числе участников этого боевого отряда комсомольцев ЛВРЗ. Ну а здесь жители соцгородка развивались, так скажем, духовно. Знаменитый ДК ЛВРЗ собирал сотни горожан. Дворец культуры паровозовагоноремонтного завода построен в 1934-38 годах по проекту архитекторов Фабристова и Шмачко. Он возведен на небольшой площадке вершины холма, возвышающейся более чем на 30 метров над уровнем ближайших домов. Дворец культуры состоит в списке памятников архитектуры советского периода республиканского значения. Как и все постройки соцгородка, дворец поражал прежде всего своей формой и обрамлением. Ведь это было не просто здание, целый архитектурный ансамбль. За это его изображение можно было встретить почти на всех открытках. Сейчас ДК закрыли на реконструкцию, но когда-то здесь, наверное, происходили очень важные события. Все концерты, все выступления приглашали артистов, приглашали, с собственными силами основывали концерты. Ну и вот эти самые 140 знаменитых ступеней, которые вели к нашему ДК, в принципе, они, мне кажется, до сих пор являются таким вот символом нашего прошлого, прошлого нашего города. Здесь еще идет одно историческое событие, так скажем, мы можем напугать. Да, мы являемся свидетельствами строительства огромного собора на несколько сот прихожан, на собора Успения Божьей Матери. И вообще изначально в нашем городе собор первый появился, ну это Одигитерская церковь, Одигитерский собор. Но тогда население Верхнеудинска еще было всего полторы тысячи человек. Учитывая, сколько сейчас горожан у нас, то, конечно же, потребности Одигитерская церковь уже не может восполнить. Не вмещает, так сказать. Не вмещает, совершенно верно. И было принято решение, что нужно построить большой кафедральный собор. Собор, как и во все времена, строится на средства прихожан и меценатов. Говорят, по масштабам он будет самый большой в республике, а службы будет вести сам глава Улан-Удэнской епархии Владыка Саватий. Ну и говоря о духовной пище в жидой районе, нельзя не заглянуть в Датсан-Ринпочи-Бакша. Это уже современность, но однозначно исторически важная. Одно из красивейших мест не только железнодорожного района, но и вообще в целом города – это Датсан-Ринпочи-Бакша. Да, совершенно верно, так называемый Датсан на Лысой горе, как его еще знают. Он появился здесь в 2004 году и с тех пор стал местом притяжения не только буддистов. Сюда традиционно приезжают молодожены, просто жители города и, конечно, туристы. Здесь есть тропа долга жизни, сад камней и самые большие мраморные бузы. Мы их называем бузы, вообще они по-тебетски называются мумо. А, да, традиция заворачивать мясо в тесто, она, в принципе, специфична для любой культуры. Евреи, китайцы, поляки, бразильцы. Просто у них названия разные бывают. Все-таки мы будем считать, что это бузы. Самый большой мрамор бузы в мире. Ну и они тоже хорошо очень гармонируют с двумя большими ступами. Они называются ступы гармонии. Точные копии ступ из Мумбаи. С виду очень похожи, но кардинально разные по значению. Вот обратите внимание, кстати, на восточной ступе у нас изображения мужские. Они молятся у нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А на противоположной стороне у нас находятся западные ступы. Там уже женские изображения. И они уже делают подношение. Опять же, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Олицетворяют мужское и женское предназначения. Кстати, справа, так скажем, на мужской половине, находится галерея божеств долгой жизни. 1080 изображений. А слева музей и конференц-зал. Здесь вообще такое место, что и дышится легко, и музыка здесь такая запустая. Ну и вид, конечно же. Здесь четко видно, что город наш покоится на ладонях горных хребтов. Саган-дабан, Хамар-дабан. И вот мы с вами находимся на трогах хребта Улан-Бургасы. И вот эта река, река наша Селенга, это главная кровеносная артерия древнего темени Азии. Вот пульс этой реки, это вход тысячелетий. Берега, помню, топот шерстистых носорогов, от цветы костров первобытных людей. В ее водах смывали соленый пот казаки, которые шли на восток земли неизведанные. В ее водах купали коней монголы перед походом на берега последнего моря. Ну и, конечно же, сейчас это река Селенга, это символ Бурятии, одна из самых больших рек, которая впадает в озеро Байкал. Так что гуляйте почаще. А если не успеваете, смотрите наши видеоэкскурсии. С вами была Дарим Тегашеева и Сержанна Мордегеева. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!